Здравствуйте! Это «Право на маму». Вы знаете, когда я снимаю таких детей, с которыми сегодня вас познакомили, мне всегда очень больно. Больно от того, что каждый ребенок имеет право на маму. Но таким детям семья просто необходима. Особенно если в самом раннем детстве им пришлось столкнуться с предательством, как это произошло с Артемом. Здравствуйте! Молодец! Молодец! Это Артем. Воспитатели государственного учреждения ласково называют его Тема. Малышу 4 года. Родная мама предала его сразу после рождения. Правда, иногда навещала. Два года ходила, пару раз в месяц. А Тема ее ждал и надеялся, что когда-нибудь они уйдут вместе. Но чуть повзрослев, малыш понял, мама его не заберет. И обиделся, и стал убегать от нее. Показывал, мои воспитатели и дети там. С тех пор к малышу никто ни разу не приходил даже просто познакомиться. А между тем, воспитатели говорят, что он – настоящее солнышко, согревающее своим светом всех вокруг. Ребенок-улыбка, у которого всегда хорошее настроение. Мальчик добрый, ласковый мальчик, очень активный. Любит двигаться, любит играть с мячом, любит бегать, создаться взрослым. Очень общительный, любит с детьми играть. Игры вообще во все – любимое занятие Темы. Ему нравится танцевать и слушать музыку. Он знает геометрические фигуры. По цветам собирает пирамидки, различает животных. Малыш с радостью принимает любое предложение поиграть и пообщаться. Он будет долго заниматься. Заниматься даже будет с детьми в паре. Не просто один на один со взрослым, а в паре. Ждет, когда ребенок сделает. Если он что-то раньше сделал другого, он ждет. Терпеливо очень ждет. Либо говорит, нет, меня подождите, я еще не доделал. Если ребенок сделал, по-своему говорит, подождите, я еще не сделал. Показывает так. Да-да, у малыша есть характер, и он может постоять за себя. Если у него забрали игрушку, Тема вернет ее. А еще он может дать сдачи. Вот такой смелый парень. И очень веселый. Его заливистый смех невозможно забыть. Особенность Артема заметна сразу. И все же он отличается от таких же деток-солнышек. У него есть интерес. Потому что не у всех детей таких, во-первых, они ходят. Не все дети такие, они начинают позже ходить. А он сразу был активный. Ему нравилось и общаться, и нравилось заниматься. То есть он двигался сам вперед. Тема – режимный ребенок. Без проблем кушает и спит в отведенное время. С удовольствием будет ходить в садик. Такому перспективному парню очень нужна семья. Ко взрослому идет с удовольствием общаться. Любит обниматься. То есть такой открытый мальчик прям. Солнечный мальчик. Любит заниматься. Артем открыт миру, и в каждом человеке видит друга. И так хочется, чтобы этот мир открылся ему. Про Катю и Ванечку я рассказывала весной. Тогда было очень много откликов. Но в жизни ребят ничего не изменилось. И совсем недавно Катя мне написала в соцсетях. Скажите, а семья для нас так и не нашлась? И поставила грустный смайлик. Мы с Катюшей договорились, что я еще раз расскажу о братье и сестре неразлучниках. Сестра и брат, Катя и Ваня, оказались в государственном учреждении в конце 2018 года. Папа умер, а мама не сумела справиться с горем. Что в итоге привело к лишению ее родительских прав. Дети как магниты, говорят воспитатели. И добавляют, сейчас такая привязанность встречается редко. Эти дети очень привязаны друг к другу. Катя очень заботливая сестра. Она не оставляет без внимания ни на минуту Ваню. Настолько она любит его, что все погрешности, всю заботу она заменяет как мама ему. Ваня тоже слушается ее и старается выполнять все ее требования и очень реагирует на ее замечания. Ребята до сих пор очень тяжело привыкают к новой жизни. Но несмотря ни на что стараются не потерять себя, не сдаются и активно участвуют во всех мероприятиях. Например, Катя не забросила свои увлечения. Я люблю прессовать, люблю танцевать, слушать музыку, люблю готовить. Ване проще. У него есть старшая сестра, его опора. Поэтому он может позволить себе быть маленьким. Признается, любит играть в конструктор и смотреть русские мультики. Он смешной, ласковый, заботливый. Они вместе. Всегда. Катя проверяет, сделали ли брат домашние задания, какие получил оценки, что сейчас проходит по Ванинам любимым предметам – русскому и литературе. Где-то подскажет, научит. Во время подготовки праздников я стараюсь их тоже включать в программу, чтобы они были вместе. Потому что им это комфортнее. И Ваня тогда чувствует себя гораздо увереннее. В этом году Катя заканчивает 9 класс. И все свои планы на будущее она сверяет с тем, насколько комфортно в них будет младшему брату, который для нее – вся жизнь. Семья им очень нужна, потому что они очень скучают по своей семье, я бы сказала. Очень часто вспоминают. Бывали такие моменты, что Катя сама, не ожидая никакого вопроса или от меня что-то, она сама пыталась поговорить на эту тему. И она говорила, как хорошо, если бы мы снова оказались дома. Сами ребята, хотя немного и опасаются, хотят в приемную семью. Узнав, что мы будем им ее искать, застенчиво спрашивают, будут ли им разрешать видеться с друзьями и гулять. Признаются, что хотели бы, как раньше, выезжать всей семьей на природу, куда-нибудь к Волге. И четко представляют, какие это должны быть люди. Они были добрые, не пили, чтобы они нас не бросали. Еще очень много малышей, и не совсем малышей в Самарской области ждут, когда же мама за ними придет. Я хочу напомнить вам о героях нашей программы, которые пока так и не дождались маму и папу. Какой Егор у тебя домик? Большой! Егорка в большом домике будет жить? В большом будет жить. Ух ты, какой высокий! И Аника ждет, несмотря ни на что, и вопреки всему. Ждет, что когда-нибудь придут и за ней, и назовут ее дочкой. Как цветочек пахнет! Как? Вот как! Ой, как вкусно цветочек пахнет! Ванечка Андрюша Андрюше очень нужна семья. Чем раньше это произойдет, тем больше отдачи будет. А в семье, которая заберет Андрюшу, навсегда поселится солнце. Давай, будущие мамочки, привет передадим. Привет, привет! Их еще много. Маленьких и не очень детей-сирот в Самарской области, которые ждут, когда же за ними придут мама и папа. Всех героев нашей программы можно посмотреть в социальной сети ВКонтакте, в группе «Право на маму». И пусть у каждого будет мама. С вами была Ольга Шелест. До встречи на телеканале «Самаргиз». Программа создана при поддержке благотворительного фонда «Евита». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова